Как мы помним, лесной народ мог менять свою внешность по причине особенного соединения молекул их тел. Если захочет, станет животным, а захочется ситским мальчиком. Но бардака, как ты можешь подумать, хвостатому народе не наблюдалось, по той причине, что обман сотворить таким образом невозможно. Мир чувств их был более разнообразен, че твой, мой дорогой читатель. Сильное обоняние, телепатия, ощущение энергетики, еще множество эмоций, о которых мы даже не ведаем, и слов у нас таких нет. Поэтому изменение облика – это лишь шалость, и пользовались этим для детских игр, да, для взрослых игрищ, не более. Итак, Лавру было 120 лет, но это возраст мальчика-подростка. Тата живет очень долго, но детей в их стане на удивление мало, по причине, которую Дриада не стала объяснять. Рождались потомки в лесном народе редко. 120 лет зеленокожего мальчика – это как 12 лет девочки из глиняного дома. Отец Лавра был вождем их племени, на которого сын желал был похожим и внимал его каждому слову. Он старался быть достойным величия своих предков, а вот мать Лавр не знал. После его рождения она ушла в другой лес и больше не появлялась. Так вот, в одно прекрасное утро Изида пошла собирать ягоды в лукошко для своей больной мамы. Она весело перепрыгивала от куста к кусту и пела задурную песенку. Эту приятную мелодию услышал Лавр и, влеком и любопытством, решил поближе посмотреть на поющую. Он наблюдал за ней и скрываясь за ветвями могучего дуба. Редактор субтитров А.Семкин